Здравствуйте, я Андрей Данилевич. Я рассказываю истории войны людей, которые прошли через боль и потери. Они верят в победу и приближают ее. Каждый на своем фронте. Рай на земле. Так жизнь в собственном доме описывает многодетная мама Наталья Родных из города Береслава Херсонской области. Дом стоял на берегу живописной реки. Он был такой просторный и светлый, что в нем нашлось достаточно места для девяти приемных детей. 24 февраля 2022 года счастливую жизнь этой многодетной семьи разрушила война. Родные дети как будто быстро повзрослели и вылетели из гнезда, говорит Наталья. В доме стало непривычно тихо, поэтому три года назад Наталья и ее муж решили подарить заботу и тепло детям, которые всю жизнь были этого лишены. Супруги взяли из приюта сразу девять детей. Дети поначалу были как ежики, относились к нам с мужем с осторожностью, но со временем они поняли, что мы их любим искренне. Поняли, что такое настоящая любовь. Мы им показали, как могут любить родители. Ведь родитель – это не обязательно тот, кто родил ребенка. Начало полномасштабной войны стало для всей семьи страшной неожиданностью. В первый же день вторжения их разбудил грохот взрывов в Новой Каховке. Там учился старший сын Натальи. Из общежития парень выскочил в мороз, полураздетый. Домой добирался на автобусе, который оккупанты обстреливали. Я глянула на своего ребенка, он чуть ли не голый приехал. На футболку наспех наброшена куртка, с чужой сумкой, с чужими вещами. Он долго не мог прийти в себя. Его всего трясло. Многодетные родители старались не поддаваться панике, пытались успокоить детей. Но в городе уже царил хаос. Обстрелы не прекращались. Из уютного дома пришлось перебраться в погреб. Было очень страшно. Мы видели вражеские ракеты. Они пролетали прямо над нашим домом. Их сбивали. Некоторые ракеты падали в реку. А наш дом всего в 200 метрах от берега реки. Когда российские солдаты вышли в город, они пытались прятать свои БТР и танки в жилых кварталах между многоэтажками. Намеренно подставляли под обстрелы мирное население. Всю первую неделю семья вообще не выходила из погреба. В подвальном помещении было темно, сыро и очень холодно. Наше пересиживание в подвале закончилось тем, что дети заболели. В больницу мы попасть не смогли. Она была оккупирована россиянами. Мы не стали рисковать. Да и запасы продуктов очень быстро закончились. У нас ведь много детей. Когда обстрелы немного утихли, решили вернуться в дом. Но там уже пропало электричество и вода. К тому же у многодетной мамы появился страх, что в их дом могут наведаться непрошенные гости. Если дом был закрыт, оккупанты выбивали двери и окна. Делали все, что им вздумается. Так им хотелось варварски разделаться с нашими домами, с нашим имуществом и с нашими людьми. Больше всего Наталью пугали рассказы о том, что российские солдаты насилуют местных девушек. Наталья, как маме пятерых дочерей, это казалось самым страшным. Я говорила дочкам. Девочки, не дай бог, кто-то зайдет во двор, сразу любыми путями убегайте из дома. Хоть окна выбивайте и убегайте на соседнюю улицу. А муж меня сразу отдергивает, мол, а куда бежать-то? Российские солдаты везде. В один из дней семья решилась на отчаянный шаг. Несмотря на опасения, что машину могут расстрелять на выезде из города, супруги собрали всех детей и отправились в путь. Девять детей и двое взрослых втиснулись в автомобиль, рассчитанной на пятерых. За девять часов в пути 20 блокпостов. Российские солдаты не выпускали детей даже в туалет. Во время многочисленных проверок дети продолжали сидеть в машине в страшной давке. Окупанты держали их под прицелом. Меня поразило, что российские солдаты, видя, что в машине много детей, видя их перепуганные глаза, нацеливали на них пулемет. Притом с такой ненавистью, с таким зверством. В те моменты я даже дышать боялась. Говорю детям, миленькие, закройте глаза. Ведь кто его знает, как детская психика отреагирует на все увиденное. Одним из самых страшных препятствий стал заминированный мост. По всей дороге змейкой были выложены мины, и казалось достаточно неосторожного ветерка, чтобы прогремел взрыв. Наградой за все испытания стала долгожданная свобода, которую семья ощутила после украинского блокпоста. Помню блокпост, за ним наши украинские воины. Мы плачем, мы счастливы. Даже не доехав до поста, мы повыскакивали из машины, поснимали эти белые повязки с зеркал машины. Один из военных начал на нас кричать. Мол, вы что, бессмертные? Проехали такой путь и хотите сейчас на мини подорваться? Просил, чтобы мы были осторожнее. Вещи назад, люди вперед. Теперь, благодаря помощи Киевского центра социальных служб для семьи и детей, Наталья, ее муж и дети поселились в селе Дрозды Киевской области. Здесь они среди своих. После деоккупации Береслава, супруги узнали, что оккупанты разграбили и разрушили их дом. Горько осознавать, что возвращение домой откладывается. Но семья верит, оно обязательно будет. Морской пехотинец и многодетный отец Александр Лунг не видел в своей семье больше 14 месяцев. Все это время мужчина вместе с пограничниками острова Змеиный находился в российском плену. Родные Александры искали любую возможность, чтобы привлечь внимание к украинским военнопленным. Недавно они наконец-то услышали в трубке долгожданное «Я дома». Это трогательное видео облетела сеть. Встреча многодетного отца со своими детьми. Они не виделись больше года и каждый день мечтали об одном – обнять друг друга. Ты его видишь, что он живой, он настоящий. Просто ты его можешь обнять. Это, я не знаю, мы еще плакали, наверное, полчаса стояли, мы не могли прийти в себя. Потому что, да, папа сразу на колени просто, потому что когда он уезжал на остров, дети, наверное, были на полметра меньше. Они очень сильно выросли за это время, он их не видел. И это были такие эмоции. Вот тогда я поверила, что да, он дома. Эмоции были очень огромные. Баба аж начал трястись от эмоций. О том, что отца обменяли, Артем узнал от пограничников с острова, которые тоже были освобождены. Однако родные не понимали, почему Александр сразу не позвонил домой и почему его нет на общем фото освобожденных. Мы уже начинаем думать не о самых хороших вещах, потому что обычно звонят сразу. Мы вышли с братом и с детьми на улицу. Артему звонит номер. Он поднимает трубку, и я по глазам его вижу, что он меня зовет. И мы снимали этот момент тоже на видео. Я услышала папин голос. Он был не в лучшем состоянии на самом деле. Ему было плохо. И на фотографиях его не было, потому что он был в скорой. Привет! Привет, пап! Привет, привет, привет! Папа, привет! Из-за долгого пути, жары и волнения у Александра сильно поднялось давление. Сейчас он на реабилитации. Впереди мужчину ждет операция и длительное восстановление. Я его когда в первый раз увидела, вживую, я сразу обратила внимание на руки. У него очень сильно постарели руки. Лицо... Ну, он очень сильно похудел. Мне даже кажется, он стал меньше. У него на левом плече были порваны связки. В первый день, когда грузили на катера, я так и не поняла, он то ли упал, то ли его толкнули, и порвались связки. И он не может поднимать полностью. Физически изменился кардинально. Человек стал, ну, намного истощеннее, чем был. Даже визуально по коже, которая просто белая, не видала солнце, это говорит о многом. Моральные, эмоциональные проблемы есть. Есть, ну, необоснованная тревожность в любой момент. И все вот такие дела. Поэтому мы сейчас уделяем максимум внимания на реабилитацию. Дети Александра вспоминают первый день войны. Тогда в новостях сообщили о том, что все пограничники с острова Змеиной погибли. Люба никогда не забудет реакцию мамы. Как мне рассказывала мама в первый день, когда она услышала эту новость, она говорит, я просто хочу упасть на землю и кричать, но она боялась, что дети испугаются. И это было очень жестко. Это было ужасно. Когда ты просто осознаешь, что сейчас твой отец, твой родной человек, может лежать на острове мертвый. Это ужасно. Это просто ужасно. И ты в этом состоянии живешь два дня, но оказалось, что 20 лет. Через несколько дней на одном из российских каналов близкие Александра увидели сюжет, в котором говорилось, что защитники острова в плену. Узнать, что папа жив, было самым большим счастьем, говорит Артем. В ближайший месяц после этого видео мы, как одна семья, все, весь гарнизон острова Змеиный, все родственники объединились. По сегодняшний день мы все вместе. Я очень горжусь ими всеми. Мы до конца боремся, до каждого нашего военного пленка. Мирные акции и пикеты в разных странах, статьи в зарубежных изданиях, встречи с представителями власти и военным руководством. Все это для того, чтобы никто не забывал защитников острова. Пока Артем вместе с семьей ждал возвращения отца из плена, он начал заниматься волонтерством, помогать переселенцам. Парень говорит, для него очень важно чувствовать себя полезным. Я волонтер, действующий в фонде «Разум». Они тоже с первых дней основали этот фонд. Мы помогаем и переселенцам, и постраждалым, и нуждающим военным в автомобилях, в спецтехнике. Это до сегодняшнего дня происходит. Я просто не знал, куда себя деть и посчитал нужным, что я полезный буду в этом. Наконец-то папа дома. Но Артем останавливаться не собирается. Он продолжает помогать другим, родственникам защитников острова Змеиный, добиваться справедливости. И намерен это делать до тех пор, пока из-за российского плена не освободят всех змеиновцев. Хочу напомнить, что еще 33 защитника острова Змеиный находятся в плену, за которых родные борются каждый божий день. Я очень горжусь всеми родственниками острова Змеиный и ИГО против прокола молчать. Вы молодцы. Дальше до перемоги. Земля дрожала от взрывов. Это напоминало землетрясение. Так Валентина Пескун вспоминает первые дни войны в Мариуполе. Валентине оставалось совсем немного до заслуженного отдыха. Она мечтала о жизни на пенсии. Летом дача на берегу моря, зимой прогулки по родному Мариуполю, театры, концерты. 24 февраля 2022 года все мечты женщины разрушились. Три недели она не выходила из подвала, а 21 марта решилась на эвакуацию. 24 февраля я находилась у себя в квартире своей. Рано утром мой родной брат позвонил мне в 5 часов, начало 6-го, и сказал, что началась война. Сказал, собирайся. Ну, у меня вещи были, в принципе, уже, честно говоря, еще с 14-го года. Тревожный чемоданчик, он всегда был на готове. Документы, ценные вещи, ну, и теплые вещи, потому что был февраль месяц. У него свой дом, там живут мои родители. И он приехал, забрал меня. И с того момента до 21 марта мы находились в подвале. 12 человек у нас было. Были мои родители, мои близкие. Возили у кого что было, мы с первого дня. То, что было в подвале, консервация, воды уже не было практически. Взрывы были слышны уже с первого дня, с 24 февраля. И буквально день-два, и у нас начались обстрелы нашего дома. И мы уже с подвала практически не вылазили. И у нас было такое впечатление, что работали именно на поражение. Не стоит кому-то выйти во двор. Сразу начинались обстрелы именно по дому, по людям. Было даже, что брат чисто случайно остался живой. Потому что стреляли конкретно в него. И только по случайности он был, ну, чуть-чуть он травмировался. Контузия очень сильная была. Он сразу практически не слышал. Ну, это страшно было. Я не скажу вам по числам, но было такой период, практически неделю, когда бомбили, и авианалеты были ежедневные. Мы просто думали, что мы уже оттуда не выйдем. Понимаете, я не могла понять, идут обстрелы, а люди просто бродят, дети бродят. И это было настолько страшно. Думаю, значит, эти дети не имеют уже родителей. Я так это понимала. Если они ходят в бомбежку по улице просто, прохаживаются, как отреченные, знаете, отрешенные от всего. Вот просто идет ребенок и ни о чем не думает. Ему не страшно. 20-го числа мы приняли решение, что нам надо выезжать уже. На тот момент мы уже знали, что квартира моего мужа была уже разбитая. В мой дом попала ракета. 21-го марта мы выехали. Ну, выезжали мы несколько дней, потому что выезжали то на косу, с косы мы потом в село к родственникам выезжали. Ну, это было очень страшно, потому что везде уже находились блокпосты. Не знаю, кто это был. Факт, что это были уже не наши. И это унижение, когда ты проходишь эти блокпосты, тебя проверяют, тебя... Ну, нас, может, женщин не раздевали, а мужчин проверяли всех на наличие этих татуировок, каких-то искали снайперов, искали всех, кто могут быть причастны к Азову. Вот таких людей искали. 35 блокпостов, не наших, до Орехова. Мой город Мариуполь в последние годы он расцвел, он обновился. Столько всего нового появилось в нашем городе. Все отстраивалось. То, что не делалось годами, правда, приезжали наши знакомые, наши родственники в город, не видя его несколько лет и приехав вот буквально накануне войны, они были поражены тем, что насколько красивый стал город. Он у нас всегда был зеленый. Это наша жизнь была. И нас всего этого лишили. В боях под Луганском еще в 2014-м боец Александр Швецов потерял ногу. С тех пор мужчина не мог свыкнуться с новой реальностью. Свою проблему Александр решил весьма оригинально. Отправился в путешествие. Вначале в одиночку, а затем пригласил других ветеранов войны составить ему компанию. Опыт показал, это невероятно увлекательный и действенный способ реабилитации. Александр вспоминает, как попал на фронт. Говорит, это произошло спонтанно. Я пришел в военкомат. Военком говорит мне, люди с такой военной специальностью, как у тебя, сейчас очень нужны на фронте. Во время службы в армии я получил специальность командир разведотделения. Я сказал ему, да, я согласен. Конечно, я пойду на фронт. В составе 30-й механизированной бригады Александр прошел Севердонецк, Лисичанск, Рубежное. Под Луганском получил ранение. Тогда, вспоминает мужчина, на них массировано пошла вражеская техника. В какой-то момент рвануло совсем рядом. Александр не смог встать на ноги. Меня вертолетом доставили в Харьковский госпиталь. Там мне ампутировали левую ногу. Врач сказал мне, что они с коллегами спасали мою жизнь, а не ногу. До войны Александр любил шумные компании и дискотеки. После ампутации пришлось кардинально изменить свою жизнь. Когда я учился ходить на протезе, я сторонился людей, избегал их. Каждый по-разному переживает ампутацию. У меня было вот так. Я как будто скрывался от всех. Моя жизнь в тот момент разделилась на до и после. Однажды он решил поехать за границу. Расчет был простой. Когда тебе интересен мир вокруг, о боли и дискомфорте забываешь быстрее. Билет из Варшавы в Пизу стоил тогда 5 евро. А эффект от путешествия оказался бесценным. Счетчик шагов в телефоне каждый день выдавал новые рекорды. В путешествиях человек немного оживает. Я знаю это из личного опыта. Именно в путешествиях человеку легче научиться ходить на протезах, приспособиться к новым условиям. Очень помогает то, что рядом с тобой оказываются люди с такими же проблемами. Устраивает Александр и походы, чтобы собрать средства на нужды воинов. Весной они с побратимом Сергеем Храпко установили очередной рекорд. В течение пяти дней шли друг другу навстречу. Сергей из Киева, Александр из Житомира. И все для того, чтобы приобрести для Киевского госпиталя специальную стойку для проведения диагностических процедур и выполнения хирургических операций. Фирма Олимпус, которая занимается медоборудованием, увидела, как мы с Сергеем идем навстречу друг другу и решила подарить госпиталю гастроскопическую стойку стоимостью 12 миллионов. А недавно Александр вместе с группой ветеранов слетал в Исландию, где они прошли по многокилометровому маршруту местных заповедников. Я считаю, что Исландия это одна из самых крутых локаций не только в Европе, но и мире. Там есть что посмотреть. Новые впечатления отвлекают ребят от боли, которая возникает при ходьбе на протезах. Завораживающие виды компенсируют физический дискомфорт. Я ребятам часто говорю, вот это последняя горка, сейчас придем к месту назначения. Потом они подходят ко мне и задают вопросы, Сань, это точно последняя горка? Я отвечаю, парни, я сказал это вам для мотивации, еще два раза столько же, сколько мы прошли и будем на месте. Поход на спящие вулканы и горные водопады вдоль горячей реки и ледяного океана. Даже сам Александр был приятно удивлен, как много всего они с ребятами смогли увидеть. В своих походах мы часто встречали европейцев. Они были в шоке, когда видели, что люди на протезах поднялись так высоко в горы. Они все спрашивали, откуда мы? Мы отвечали, что из Украины, что мы солдаты. В их глазах было столько уважения и восхищения. Это нас очень вдохновляло подниматься еще выше. Все туры для ветеранов бесплатны. Деньги для них Александр собирает через свои соцсети. Он также активно донатит на машины, дроны, генераторы и другую технику для вооруженных сил Украины. Мы все сейчас объединены одним делом, одной идеей. Мы должны просто выгрызать, выбарывать эту победу. Теперь в планах Александра экстремальный тур в Польшу, во время которого ветераны прыгнут с парашютом, рискнут пройти по вертикальной поверхности и попробуют джампинг. Все это, чтобы доказать окружающим и самим себе, что сила украинского духа безгранична. Фантастические чудовища, разноцветные птицы и цветы. За свою жизнь Мария Примаченко написала более трех тысяч картин. Своими работами она прославила Украину на весь мир. Сама художница ни разу в жизни не выезжала за пределы родной страны. А вот ее легендарные картины путешествуют по миру. 23 полотна впервые собрали на выставке Великобритании. Картины для этой выставки подбирала лично правнучка художницы. Сюда привезли работы, которые еще никогда не показывали на выставках. Большинство из коллекции семьи Примаченко. Все эти картины я буквально оторвала от своего сердца. Это мои любимые работы. Они демонстрируют душу Марии Примаченко, отображают ее биографию. Анастасия Примаченко живет работами своей прабабушки и знает историю каждой из них. Вот ее любимая. Это двусторонняя картина. Каждая картина символизирует определенный период жизни художницы. Вот эта картина своего рода автопортрет Марии Примаченко. Она себя ассоциировала со львом. На самом деле она была очень хрупкой женщиной, но в силу разных обстоятельств так сказать обросла львиной гривой. На обратной стороне картины Мария описала свою жизнь. В 35-м году я начала рисовать лавры. В январе я пошла на операцию. Мне прислали газету, в которой было сказано, что я получаю диплом первой степени. Анастасия рассказывает, работа ее прабабушки это символ надежды. Несмотря на тяжелые испытания, диагноз полиомиелит, потерю мужа на войне и другие трудности, художница никогда не теряла любви к жизни. Моя прабабушка никогда не падала духом. Каждый день, проснувшись, она брала в руки кисть и начинала рисовать, что бы ни происходило в Украине и что бы ни происходило в ее жизни. Этой выставкой мы хотим показать британской публике и не только британской то, о чем говорила Мария Примаченко своим творчеством, что добро всегда побеждает зло, несмотря ни на что. Даже когда мы смотрим на картины Примаченко, на которых запечатлена печаль, мы все равно получаем позитив, получаем заряд оптимизма. Это помогает продолжать жить в сложное время, продолжать бороться и побеждать. Идея создание такой выставки возникло еще до войны. Желание показать талант украинской художнице миру у правнучки Марии лишь усилилось после того, как российская ракета попала в Иванковский музей, где были представлены 14 картин Примаченко. К счастью, их удалось спасти. Местные жители вынесли работы из горящего здания. Мы всегда очень заинтересованы в представлении художников, с которыми британская публика еще не очень знакома, таких как Мария Примаченко. Работы Марии очень символичные, в них символы надежды и силы украинского народа. Для нас большая честь представить эти полотна здесь, в Лондоне. Дату открытия выставки несколько раз переносили, но наконец картины смогли увидеть все желающие. Выставка привлекла внимание не только британцев, но и многих украинцев, которые оказались в Британии, спасаясь от войны. Все они с гордостью любуются работами знаменитой соотечественницы. Мы воюем за этот позитив, за это вдохновение. Лично меня, работы Марии Примаченко и Полины Райко вдохновили. В этом году я начала разрисовывать цветами свой дом, так же, как это делали художницы. Не так талантливо, конечно, но для меня рисование стало настоящей терапией. Эти работы такие жизнеутверждающие, такие удивительно яркие цвета. Художница так интересно изобразила животных с человеческими чертами. Я никогда не видел ничего подобного. Особенно меня поразила картина, на которой Мария показала себя во время того, как заболела полиэмилитом. Это очень трогательно. В фонде семьи Марии Примаченко надеются, что эта выставка и другие показы работ Примаченко за границей также помогут с созданием музея художницы в родном селе Болотня в Киевской области. Страшная война еще раз доказала, насколько важно для украинцев сохранение культурного наследия. Я думаю, что эта выставка очень важное событие для Украины. Таким образом, мы знакомим мир со своими традициями, своей культурой. А кто мы без всего этого? Страна-террорист пытается уничтожить нашу идентичность, а мы, несмотря на войну, несмотря на все сложности, я говорю, а у меня мурашки по коже, мы все работаем, мы оберегаем свое. Наши талантливые люди, наша самая большая ценность. Это еще раз доказывает, нам есть за что бороться. Украина и украинцы продолжают восхищать весь мир. Продолжаем вместе идти к победе. Я Андрей Данилевич, я буду рассказывать истории людей, которые прошли сквозь от войны и стремятся остановить этот ужас навсегда. Будем жить и помнить. «Стремятся» «Стремятся» Продолжение следует...